Объем работы социальной службы в последние месяцы значительно увеличился. Это связано как с новыми пособиями самоправления, направленными на преодоление последствий COVID-19, так и с новыми условиями присуждения статуса малообеспеченного и малоимущего домохозяйства. Увеличилось и количество клиентов, которые хотят получить услугу, лично посетив учреждения. Необоснованное скопление людей ставит под угрозу здоровье клиентов и деятельность соцслужбы, поэтому жители призывают подавать документы и заявления заочно. В начале января вступили в силу новые критерии, позволяющие большему количеству горожан получить статус малоимущих и малообеспеченных. Соответствующие заявления поступают в больших количествах. Многие клиенты решают подобные вопросы впервые, поэтому им нужны дополнительные консультации. В конце февраля самоправление приняло решение о выплате единоразовых пособий для преодоления последствий кризиса COVID-19. Многие категории малозащищенных жителей могут получить единовременное пособие на здравоохранение в размере 40 евро. Лица на попечении или под опекой которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнее лицо с нарушениями устойного характера, который не может посещать дневной центр из-за обстоятельств, связанных с COVID-19, имеет право на единовременное пособие в размере 100 евро. Ряд категорий жителей сможет получить единовременное пособие на оплату расходов по поставке тепловой энергии. Круг получателя этих пособий действительно обширен. И несмотря на то, что социальная служба постоянно призывает использовать возможности удаленной коммуникации, многие клиенты в спешном порядке лично оправились в учреждения. Из-за этого в начале этой недели у центра обслуживания клиентов по улице Лачплэша 39 стали образовываться длинные очереди. Такое скопление людей создает серьезные риски для распространения инфекции. Это является угрозой не только для жителей, но и для работы всего учреждения. Ведь если заболевает хотя бы один сотрудник, многим приходится уходить на карантин. Только за 1 марта очно было подано 338 заявлений. Большая часть из них связана с выплатой новых единовременных пособий. Поэтому напоминаем, что существует несколько способов оформить их, не подвергая риску себя и окружающих. Бланк заявления можно скачать на домашней странице социальной службы. Заполняется он очень просто. Необходимо указать основную информацию о вас и номер банковского счета, а также вид поддержки, на который вы претендуете. Если вам полагаются выплаты по нескольким пунктам, заполните один бланк, где отметьте все необходимые варианты. В случае, если по данным соцслужбы выяснится, что вам полагается еще какой-то из видов единовременных выплат для преодоления последствий COVID-19, он также будет оформлен на основании этого заявления. Заполненный бланк надо сохранить и проверить, все ли данные действительно сохранились. Если все в порядке, заявление можно отправить через государственный портал latvia.lv. Для этого необходимо авторизироваться при помощи интернет-банка и электронной подписи, зайти в раздел «Заявление учреждению». Следующий шаг – надо точно указать название учреждения В разделе «Название» необходимо вписать COVID-19 паболсты. В разделе «Содержание» Нужно приложить заполненный бланк заявки, убедиться, что корректно указана ваша контактная информация, имя, фамилия, адрес, номер телефона или адрес электронной почты для связи. Заполненный в электронном виде бланк также можно отправить на электронную почту Распечатанное заявление можно отправить и по почте, или оставить его в одном из почтовых ящиков для документов, которые есть и на Lashplash A39, и на Vena EBS 8, и на LAPS 4. Здесь же можно получить распечатанные бланки, если у вас нет возможности распечатать их или подать документы электронно, и нет никого, кто бы мог бы это сделать. На месте можно взять сразу несколько экземпляров, как для себя, так и для других людей, которым полагается пособие, чтобы каждому не приходилось лично ходить в социальную службу. Торопиться с подачей заявления вовсе не обязательно, это можно будет спокойно сделать вплоть до окончания чрезвычайной ситуации. Если у вас возникли какие-либо вопросы о выплате единоразовых пособий для преодоления COVID-19 или получения других видов поддержки, то вы можете смело обратиться в отдел социальной помощи. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Далгопилской городской думы.